МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Первые потопления жителей Барнаула пугают поведение пивоварки. Нет времени объяснять, почему новые правила сдачи на права вызывают много вопросов. Жизнь после коронавируса. Как отец из Барнаула выживает вместе с особенным сыном после смерти жены? Спасатели региона собираются удержать поводок на коротком поводке. Хотя будет непросто. Количество выпавших за зиму осадков превысило норму более чем в полтора раза. Те снежные запасы, что сейчас лежат в бассейне Аби выше Барнаула, составляют больше 160% от средних многолетних значений. Прошлый снежный год показал примерно те же цифры. А кроме количества снега, на поводок будет влиять погода и то, как совпадет по времени ледоход на разных алтайских реках. Три года назад, вспоминают специалисты, реки вскрылись рано, а воды было много. Благо, на ближайшие три дня синоптики прогнозируют по ночам минусовые температуры. Пока ледоход на Аби ожидается во второй половине апреля. Кстати, в этом году в зону первой и второй волн поводка могут попасть более 180 населенных пунктов, в которых проживает свыше 45 тысяч человек. Поэтому сейчас все службы региона активно готовятся к поводку. Тем временем жители Барнаула уже жалуются, что вода начала потапливать дома. В социальных сетях горожане сообщили, пивоварка вышла из берегов и топит ближайшие дома и огороды. На место сегодня выехала наша съемочная группа. Малахова, Серо-Западный, все это прет, все это сюда к нам. Она не успевает, способностей нет. И попрет, и все в огороды заливает. Во, вот сюда аж выходило, все сарайки залило, в погреб пошло, в подполз. Александр много лет живет на этой улице. Говорит, проездную впору переименовать в проточную. Талые воды ежегодно пробивают себе путь на частные подворья. Топят погреба и сараи. Источник бед берет начало в местной реке пивоварки. Лед на ней еще не скрылся, а воды уже хоть отбавляй. Местные жители искали помощи у коммунальщиков, ответ людей не порадовал. Своими, говорит, силами долбите, прочищайте пивоварку. С ума садись, может еще опием долбить. С подобной проблемой сталкиваются и жители соседних улиц. На аэродромной вода уже стоит на нескольких земельных участках. Явление привычное, но жители удивлены другому, почему так рано. Ту сторону вообще все затопило, там все дома затопили, туда в ниже. И вот здесь вот сосед, вот через дорогу, у него тоже в ограде уже вода. Вот зимой, когда затопило, наледь пошла сверху. И аэродромной 29, аэродромной 31 полностью огороды затопило, и в дом зашла вода. Вот тогда они приехали. Они – это представители районной администрации. Кстати, так совпало, что во время визита нашей съемочной группы на проблемном участке работала оперативно созданная комиссия. Правда, немногочисленная. В лице начальника штаба ГОИЧС администрации железнодорожного района Сергей Ященко пояснил. О подтоплениях знают и над устранением работают. Здесь таков рельеф местности, что, вот видите, да, допустим, один дом находится очень близко к руслу реки Пивоварки и расположен в низине. То есть здесь еще проходят грунтовые воды. Это, возможно, еще дало эффект промерзания русла, то есть давление льда на русло. И то есть вот эти грунтовые воды, они начали выходить вот в низменных местах. Сейчас на реке работает техника, пробивает путь сталой воде. Но это всей проблемы не решит. Русло необходимо прочищать, а захламили его сами жители. Бытовой мусор тому подтверждение. Администрация железнодорожного района сейчас ищет подрядчика, который избавит пивоварку от старой мебели, покрышек и прочего хлама. Но к работам получится приступить только в начале лета. Так что местным жителям остается только надеяться, что первая волна настоящего поводка не накроет их дома основательно. Андрей Дреер, Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Проблемный Барнаук обстрой расторг договор с подрядчиком ЖК Парковой. Причина, по словам застройщика, срыв сроков строительства дома в Нагорной части города. Новый подрядчик уже найден, он и будет достраивать часть дома. Решит ли это проблему, дольщиков узнавала Валентина Аскерова. Ключи от квартир этого жилого комплекса ждут порядка ста человек. Отпраздновать новоселье семьи должны были осенью этого года. Вместо этого каждый четверг приезжают в городскую администрацию и добиваются, чтобы их жилье все-таки достроили. На очередной такой встрече стало известно, что застройщик Барнаулка обстроя из-за срыва в срока строительства разорвал договор с подрядчиком жилищного комплекса. Достраивать третий блок-секцию возьмется уже новая компания. Запущена процедура подготовки акта сверки взаиморасчетов и объемов выполненных работ с СК «Стройпанорама». Как только акт будет готов, новый подрядчик сможет выйти на объект. Ориентировочно в конце марта. Новая строительная компания к работам приступит, но лишь к застройке третий блок-секция. Первая, вторая, четвертая и пятая речи вообще не идет, рассказывают дольщики. А ведь сдачу этих блоков ждут около 50 человек. Возмущает людей тот факт, что засыпают нулевой этаж их дома. Сейчас ведется засыпка нашего нулевого или минус первого этажа, который является частью дома. У нас девятиэтажный дом, нулевой этаж, который сейчас засыпают с нарушением норм. Должна производиться засыпка поэтапная, с поэтапным уплотнением. Ее мы не видим. То есть насыпали три метра песка и разровняли бульдозером. Напомним, что деньги дольщиков ЖК Парковой защищены, лежат на эскроу-счетах. Этот козырь использует администрация города. Если что-то людей не устраивает, им предлагают забрать деньги и купить другую квартиру. Да, понятно, что сегодня за те деньги, которые они вложили, сегодня сложно будет купить равноценную квартиру. Но там нет обманутых дольщиков. Год назад, когда мы покупали квартиру, в нашем городе цена однокомнатной хрущевки была 1 миллион. Мы вложили маткапитал 460 тысяч рублей. А что мы имеем сейчас, спустя год? Однокомнатная хрущевка сейчас стоит минимум 1 миллион 700. Это что получается? У нас отобрали полтора маткапитала и призывают радоваться. Это так работает система эскроу-счетов. Очередное заседание в мэрии пройдет в этот четверг. Люди надеются, что на таких встречах будут учитывать их мнение. И они в итоге не станут первыми дольщиками, обманутыми в рамках проектного финансирования. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Спустя почти полгода после смерти жены и мамы барнаульская семья Гришиных едва держится на плаву. Отец-одиночка все время проводит с сыном-инвалидом, возит его на реабилитацию, чтобы поставить на ноги. И поддержку получают от родственников и сотен неравнодушных людей. А хотелось бы еще содействия специализированных служб. Об этом в репортаже Анастасии Дороган. Набор для питания школьника. Это очень существенная помощь. Нам вдвоем хватает на месяц. Петр с сыном выживает благодаря этим продуктам. В октябре его супруга скончалась от коронавируса и он ушел с работы. С тех пор, кстати, сын с ДЦП достиг больших успехов. Пара месяцев реабилитации в Москве и ребенок сам сел. Пытаемся удержаться на карачках, учимся ползать. Хотя раньше лежа не могли даже себя поднять. Можно на дому этим всем делом заниматься, но процесс будет долгим. Мы не знали об этих центрах. У нас ни поликлиника, ни соцзащита, никто об этом не информировал. Оплата центра по фонду ОМС, но узнала семья о нем случайно, когда искала ответ, как отцу-одиночке тянуть сына-инвалида. Эта помощь положена с момента установления диагноза. Кирилл так потерял 11 лет. Сейчас понятно, что от государства мало, чего ждать приходится. И вот приходится самим вырывать, выгрызать. Поднимаешь себя на руках, ковы вперед. А, точно. Забыл. Не забыл. Занятие сквозь боли слезы. Кирилл очень хочет встать на ноги. Ограниченное передвижение компенсирует в онлайне. Он один из лучших учеников класса и юный стример. У тебя есть свой ютуб-канал уже? Да, пытаюсь там игры снимать, прямые трансляции провожу. Идет как бы день сурка. Иногда устаешь от этого. Большей частью сейчас психологом у меня является сестра моя родная. Брат, как мужчина, считает недостойным, наверное, себя жаловаться и пытается терпеть те неудобства, которые связаны у него с бесконечным хождением по инстанциям. Путевки для реабилитации очень много времени занимают. И получается, ага, либо анализ утерянный, либо он еще не готов. Приходите завтра и завтра этот оберс. Я сейчас значительную часть своих доходов трачу на поддержку брата. Считаю это миссией, но мои средства, конечно, значительно ограничены, потому что мне самой надо кушать, как-то жить. У меня тоже есть ребенок. Но мы будем до последнего до конца бороться, потому что наша цель – ребенок, который самостоятельно, ну, с тростью пройдет по дому. И это не розовые мечты. Такую оценку дают врачи. Но если реабилитацию не прекращать. На это нужны деньги, а значит работа. Мне необходима либо дистанционная работа, либо работа с каким-то свободным графиком. На что прозвучал ответ, что вы понимаете, что вы недееспособный гражданин. Я говорю, ну, в смысле, у меня руки есть, ноги есть. Но у вас ребенок инвалид. И вообще мы не обязаны вам искать работу. Мы только должны оказывать содействие. Работу вы должны искать сами. Последнее, вот я знаю, предложение от нее, которое сопровождалось устным замечанием о том, что вы трижды отказываетесь, и мы вас лишаем возможности получать эти гигантские деньги, пособие по безработице. На днях Петр едет на один из барнаульских заводов. На этом настаивает центр занятости. Правда, мужчина уверен, что ему там предложат график с 8 до 5 и придется отказаться. Есть ли варианты для родителей-одиночек детей-инвалидов, мы запрашиваем у ведомства. А сам мужчина не теряет надежду и планирует делиться опытом реабилитации с другими папами и мамами. Не хватает нам мамы. Но, тем не менее, у нас есть цели, к которым мы стремимся. Нам есть сейчас о чем думать. У нас много работы предстоит. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Продолжим. С 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Эта новость сейчас будоражит учеников и руководителей автошкол. Ведь новый регламент в некоторых моментах радикально отличается от старого. Тем временем, до 1 апреля остается чуть больше недели, и у автошкол особо нет времени на адаптацию. И вопросов пока слишком много. Три дня до экзамена. Почти два месяца. Анастасия учится в автошколе и готовится стать водителем. В будущем девушка планирует работать на машине. Если уверен в своих навыках, то волнение не должно присутствовать. Хотя повод для волнения все же должен быть. И это новый регламент сдачи на права, который вступает в силу 1 апреля. Изменения коснутся практической части экзамена. Тяжелее всех будет ученикам, которые оказались на стыке двух регламентов. Нет переходного периода. У нас сейчас на автодроме занимаются две группы. Одна группа сдаёт 26 числа. Это старые регламенты, старые фигуры. Другая группа одновременно занимается. Это уже новые регламенты, новые фигуры. И вот сейчас получится, что люди, которые не сдадут 26 марта у нас экзамен, они окажутся на апрель уже кандидатами в водители, которые будут сдавать по новому регламенту. А кардинально изменились некоторые моменты. Например, вот сейчас у нас на испытательных элементах есть конуса разметочные. То в апреле их уже не должно быть. Разметка должна соответствовать ГОСТам. Изменяются размеры фигур. Вот это, конечно, достаточно сложно. Пока даже не все руководители автошкол разобрались в новом регламенте. Сейчас экзамен проходит в три этапа. Теория, автодром и город. С 1 апреля автодром и город объединяют в один этап. По идее, это должно кому-то упростить жизнь. Я думаю, что наверху, на федеральном уровне, сформировался запрос на упрощение системы. И сейчас они пытаются какими-то инструментами её упростить. Путём упрощения самой вот этой процедуры сдачи экзамена. Мне кажется, что это будет очень тяжёлая история. То есть она, как всегда, сделает сложную саму процедуру. Я сам сдавал с третьего раза. Я помню, то есть я прям ходил, я брал дополнительные уроки. И на разных автомобилях, на механике. Это всё деньги. Это всё госпошлины. Поэтому я думаю, что будет сложнее сдать людям. Ещё одно интересное нововведение. На экзамене инспектор ГИБДД будет сидеть за дублирующими педалями. То есть на месте инструктора. Мне непонятно, как инспектор должен контролировать действия экзаменуемого, отмечать все ошибки в протоколах, да, и следить одновременно за безопасностью дорожного движения. Вот для меня это самый, наверное, страшный и непонятный пункт, почему это допустили. На днях руководители автошкол должны получить все разъяснения от ГИБДД. Пока все ждут отмашку от Москвы. На этой неделе мы ещё вернёмся к теме, когда тоже получим комментарии от местной автоинспекции. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, Николай Шулко. День с толком. Семья из Новосибирска организовала в предгорьях Алтая успешный экологичный бизнес. Помогли им в этом космические технологии, высокоскоростной спутниковый интернет, соединившие людей из разных регионов. Как современные технологии связи способны менять жизни людей, расскажет Илья Кочетков. Несколько лет назад Сергей Кувикин из Новосибирска решил исполнить давнюю мечту – организовать собственную моралью ферму. Место выбрал в предгорьях Алтая, экологически чистое, но удалённое. Не позвонить, не в интернет выйти. Помогли космические технологии. Без скоростного спутникового интернета наладить полноценный бизнес по производству пантосодержащих продуктов было бы нереально. У нас основная лаборатория находится в Новосибирске, соответственно, какие-то изменения, управление персоналом. То есть, находясь на удалёнке, я спокойно это делаю. Бизнес пошёл в гору, стадо выросло до 600 голов. На ферму потянулись туристы. К их услугам теперь Wi-Fi. История семьи Кувикиных легла в основу фильма. Он снят в рамках проекта «Меняем жизнь людей». В его фокусе судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших для достижения важных жизненных целей спутниковый интернет и достигших на этом пути значимых результатов. Проект «Меняем жизнь людей» – это часть стратегии развития РТКОМ. Наша социально ответственная миссия как лидера рынка спутниковой связи – давать возможность подключиться к интернету всем, кто в этом действительно нуждается в любой точке нашей большой страны. На мероприятии в Барнауле журналистам представили истории трёх таких людей и с помощью голосования они выбрали победителя. Им стал староста алтайского села Майорка. Он получил комплект оборудования и годовое подключение к спутниковому интернету, благодаря которому обеспечит качество жизни односельчан. Проект «Меняем жизнь людей», реализованный в Алтайском крае, состоится и в других регионах России. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле закончили строительство нового дома для театра «Кукол». Сказка переедет в здание уже в апреле, наконец-то. А пока здесь наносят последние штрихи, развешивают зеркала и расставляют мебель. Наша съемочная группа уже побывала в новом театре и убедилась – это действительно сказка. Новый дом для кукольного театра строили целых три года. Примерно столько же раз сдвигалось его открытие. Строительные организации не успевали в срок. Работники то и дело уходили на больничные. Теперь все это уже позади. Новый дом для театра «Кукол» в самом деле как будто из сказки. И к радости архитекторов неплохо вписывается в городскую архитектуру. С учетом того, что это детская тематика, нам хотелось, чтобы она здесь каким-то образом прочитывалась, чтобы он был немножко такой кукольный. Но совсем не хотелось копировать, как, например, в Казани есть новый кукольный театр, где уж совсем какие-то замочки, какие-то смешные штучки или прямые цитирования, знаете, башенки из немецких сказок и так далее. Сказка внутри начинается не сразу. Первый этаж немногим отличается от убранства других театров. Здесь все по классике. Справа гардероб, слева буфет. Главное украшение витражи встречаем, поднимаясь в зрительный зал. Разноцветные стекла не на главном северном фасаде, а с юго-восточной стороны. Они особенно переливаются в солнечный день. Еще одно напоминание о детстве – люстры в форме мыльных пузырей. Ну и, конечно, главное – зрительный зал. Сцена здесь оснащена современным световым и звуковым оборудованием. Для комфорта зрителей установили самые удобные кресла, которые регулируются по росту гостей. Каждую детальку мы утверждали. Над каждой мы работали и смотрели, как удобно, как ручки, насколько толщина. А еще же надо, чтобы они снижили долговечно. Кроме основного зала в здании будет театр на подушках для самых маленьких. А для новогодних представлений установят специальный зал-трансформер в фойе. На все строительство и благоустройство здания было потрачено более 400 миллионов рублей. Теперь театр «Кукол» с нетерпением ждет разрешения на переезд в новый дом. Дело за малым. Дождаться, когда оформят все нужные документы. Анна Рашегирова, Андрей Печоркин. День с толком. Смешение стилей, техник и способов воплощения искусства. В галерее Республика ИЗО открылось сразу четыре выставки. Почему для кого-то из авторов творчество – это способ самовыражения, а для кого-то возможность выйти из депрессии? Для художников их работы являются не просто рисунками на холсте, картоне или бумаге. Для них это возможность выплеснуть свои переживания. Анастасия Шенгина призналась, без этого можно просто сойти с ума. Было время, когда художница отстранилась от творчества, и этот период сейчас называют депрессией, попыткой убежать от себя. Поняла, что вот эта энергия, которая копится во мне, она не находит выходов и сжигает меня изнутри. И тогда я встретила свою коллегу Варвару Весну, которая меня очень сильно поддержала на моем пути, и я поняла, что не могу больше без творчества. Тогда же и появился этот автопортрет, на котором девушка сливается с диснеевским персонажем. Как и этот лев, Анастасия нашла учителя и поняла, кем она является на самом деле. Придумала свой собственный стиль, сочетание масла и техники пирографии. Это создание рисунков при помощи раскаленной иглы. А вот у Ольги Поповой с поиском себя все было проще. С творчеством она практически не расставалась. Вчера я занималась тем, что использовала заливки для того, чтобы сделать грунт. Заливки с использованием акриловой смазки для замков. При смешивании акриловой смазки с клеем либо краской, говорит художница, получаются неожиданно интересные образы. Ольга Попова надеется, что скоро сможет познакомить с ними и зрителей. А пока представила цветную графику. Работать все эти выставки, а их в галерее Республика ИЗО сейчас четыре, будут до 9 мая. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова